Все оборудование поставлено в Муравленко. Началось строительство газовой автозаправки. Готовимся к школе. Как приобрести все с максимальной выгодой для своего кошелька? Отдых и тренировка. У муравленковцев набирает популярность сапсерфинг. На территории предприятия муравленковские коммунальные системы строят газонаполнительную компрессорную станцию. Она станет седьмой на Ямале. Все необходимое оборудование для производства работ уже доставлено. О планах по развитию газомоторного рынка и инфраструктуры губернатор Дмитрий Артюхов говорил в августе прошлого года во время ежегодного честного маршрута. В Муравленко большое событие. Мы договорились о развитии газомоторного топлива. Появится метановая заправка. Это подспорье хорошее для предприятия. Обустройство газовой инфраструктуры, процесс трудоемкий и небыстрый, в Муравленко он проходил в несколько этапов. Сначала на территории муравленковских коммунальных систем возвели современный стояночный бокс. Он оснащен системой пожаротушения, газоанализаторами, отоплением и приточно-вытяжной вентиляцией. А в мае на городские маршруты вышли 12 автобусов, работающие на экологичном топливе. Теперь идет строительство самой заправки. Это автоматическая газокомпрессорная станция. Она в специальном блочно-модульном исполнении. Сейчас ведутся работы по устройству ее инфраструктуры. То есть подводящие сети все необходимые. Электроснабжение, газоснабжение, основание, фундаментная плита. Вот эти работы планируется завершить в этом году. И тогда мы получим полноценный действующий комплекс инфраструктуры для работы транспорта на газомоторном топливе. На территорию автотранспортного предприятия уже доставлено все необходимое для производства работ оборудования, в том числе и газонаполнительная станция. Она отечественного производства, изготовлена на заводе в Санкт-Петербурге. По итогам открытого аукциона контракт был заключен непосредственно с заводом-изготовителем. Данный поставщик является российским отечественным производителем, который специализируется на производстве газовых заправок. Мы, как представители заказчика, выезжали на территорию завода-изготовителя, имели непосредственную возможность наблюдать за процессом изготовления данных модулей, то есть процесс изготовления самих компрессоров, подключение автоматики, электрики, щитовой, монтаж данного оборудования. Уже готов котлован под фундамент, ведутся подготовительные работы для установки мачты, молнии отвода и проведения инженерных коммуникаций. Будет непосредственно произведена врезка с магистральной линии, которая питает город. С этой магистральной линии будет подаваться на АГНС. Врезка газовой трубы будет проводиться методом бурения непосредственно от магистральной линии, и выход уже здесь под землей будет. За сутки заправка сможет обслужить до 40 единиц техники, что в полной мере покрывает нужды предприятия. Учитывая тенденцию по увеличению количества машин, работающих на газу, муниципалитет рассматривает возможность заправки на станции и стороннего транспорта. Поэтому планы по развитию инфраструктуры расписаны на трехлетнюю перспективу. Большая работа будет проведена уже в этом году. Помимо установки инженерных сетей для АГНКС, нами заключен контракт на благоустройство и озеленение территории МУПНКС. На следующие виды работ – это вертикальная планировка озеленения и покрытие проездов и площадок асфальта. С учетом поступивших новых автобусов, я смело могу сказать, что предприятие выходит на новый, более высокий уровень. Программа по развитию газомоторного рынка и инфраструктуры реализуется в округе по поручению губернатора Дмитрия Артюхова. Газонаполнительная станция в Муравленко станет седьмой в регионе. Заправки для экотранспорта работают в Лабытнанге, Ноябрьске, Надымском районе Салихарде и Новом Уренгое. За пять лет округ закупил 127 автобусов, использующих газ в качестве моторного топлива. Еще свыше 50 планируют поставить до конца года. Переход на газ снижает вредные выбросы в атмосферу в несколько раз по сравнению с бензином или дизельным топливом, что решает задачи нацпроекта «Экология». Алена Гафарова, Андрей Нагибин, Новости Муравленко. Сборы ребенка в школу – задача не из простых. В какую сумму это обойдется родителям и как не разориться при покупке всего необходимого. Если на календаре август, значит, пришло время готовиться к школе. Елена Данченко – мама двоих детей. Восьмилетняя Полина в этом году пойдет во второй класс, а шестилетний Артем станет первоклассником. Собрать сразу обоих и при этом угодить им – задача не из простых. Артем, ты самая важная часть твоего гардероба. Как оказалось, с моим сыном проще договориться, потому что он еще придерживается моих вкусов, а дочке уже свое мнение по поводу одежды. Я беру тоже хорошие, качественные вещи, чтобы она могла круглый год носить, чтобы это можно было стирать, потому что, да, и оно не портилось, и удобная одежда, чтобы была. Обувь мы в Белоруссии купили, канцелярию, мне кажется, тут без проблем можно все купить. У нас Муравленко – большой выбор канцелярии. В списке необходимых вещей для мальчика – портфель, пенал, канцелярские принадлежности, костюм, несколько рубашек и брюк, туфли, кроссовки, спортивная форма. Для девочки – два платья, брюки, несколько рубашек, капроновые и белые колготки, кофта и тоже канцелярия. По данным Росстата, сейчас базовый набор для девочки в среднем обходится в 27 тысяч рублей, а для мальчика – 23 тысячи. Чтобы сэкономить 20-25% своего бюджета, маркетологи советуют закупать школьные принадлежности не в конце августа, а в начале. Сейчас самое время. Минимальный набор без рюкзака и кроссовок обойдется дешевле – в 9,5 тысяч рублей. Елена с детьми все запланированное купили. Результатами похода по магазинам довольны. К школе оба ребенка готовы. Мне нравится в школу, я хочу в школу, и мы уже купили все вещи. Я хочу в школу. Почему ты хочешь в школу? Я бы сказала, что мы там друзья будут, значит, будут. И я буду. Помимо привычных походов в магазин, популярность набирают маркетплейсы. Казалось бы, это наиболее быстрый и удобный способ купить все необходимое. Но все не так однозначно. К примеру, на Днях Салихарцы в соцсетях обсуждали цены на школьные товары на маркетплейсах. Одна из участниц паблика возмутилась, что стоимость корзины со всем необходимым вышла на 92 тысячи рублей. Поэтому каким образом и на какую сумму собрать ребенка – выбор каждого родителя. Но перечень необходимых товаров лучше знать заранее, чтобы приобрести все с максимальной выгодой для своего кошелька. Татьяна Максимова, Антон Иванов, Новости Муравленко. Подростки из трудовых отрядов присоединились к всероссийской акции «Вода России». Почти 40 мальчишек и девчонок навели порядок на берегу водоема в озерном микрорайоне. Ухаживаем за природой, не даем мне загрязняться, так как некоторые вещи и продукты могут очень долго разлагаться. Находили мангал, полиэтиленовые пакеты, банки, стеклянные бутылки. В этом месте достаточно немного. В прошлый раз мы ходили, было намного больше мусора. Сейчас мы нашли очень много бутылок алкоголя, находили сломанные удочки, мангалы. В этом месте, скорее всего, часто отдыхают люди. На этой родине мы здесь родились, мы здесь живем. Не надо застрять вообще. Такая природа красивая. Акция «Вода России» проводится по инициативе Минприроды в рамках федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» нацпроекта «Экология» с 2014 года, с каждым годом расширяя свою географию. За 10 лет проведения акция стала по праву считаться крупнейшей экологической инициативой в России. Она объединила свыше 8 миллионов человек из 85 регионов, которые очистили более 10 тысяч водоемов и собрали свыше 9 миллионов мешков мусора. В рамках акции ежегодно приводят в порядок и прибрежные территории озер, которые находятся в черте Муравленка. Муравленковцы не отстают от современных трендов и интересной использой проводят свой досуг. Сапсерфинг набирает популярность среди любителей активного отдыха. С недавнего времени все чаще на пляжах и водоемах Муравленка можно увидеть отдыхающих на доске и с веслом в руках. Это любители нового вида спорта – сапсерфинга. Стоя на доске, называемой сапом, нужно грести веслом, а не руками, как в классическом серфинге. Первое, с чего стоит начать постижение искусства сапсерфинга – это правильная стойка. Нужно держать баланс ровно над центром лодки, который, как правило, отмечается ручкой для его переноски. Но после того, как вы научились держать баланс, можно попробовать принять стойку сидя. И если вы уверенно держите баланс и хотите разнообразить свое катание, то можно попробовать исполнить различные трюки. Сап представляет собой надувную доску длиной 3-4 метра. В равнодутом состоянии и по жесткости, и упругости она похожа на автомобильную покрышку. Ее легко сдуть и сложить в рюкзак. Для удобства переноски в центре есть ручка. Стоит удовольствие от 15 тысяч рублей. Подобно незамысловатая конструкция, кажется, обеспечивает полнейшее единство человека и природы. Когда вы плывете на сапе на середине озера, вас переполняют самые радостные эмоции. Это как минимум единение с природой и, конечно же, полное ощущение свободы. Молодая мама Ксения Капитанова уверенно стоит на доске уже два года. Говорит, сапсерфинг не просто увлекательное времяпрепровождение на воде наедине с собой, но и неплохой способ тренировки всего тела. Этот вид спорта имеет медиативный и расслабляющий эффект. Любовь с сапсерфингом у нас случилась два года назад на море. Отдыхали, поплавали, понравилось. И несколько лет уже жила идея купить, заказать и начать плавать здесь у нас в городе. Собственно говоря, в этом году все получилось. Уже даже съездили в отпуск с ним вместе. Там поплавали на речных, на горных речках и здесь на озерах. У нас в стране с 2012 года проводятся соревнования достаточно больших масштабов на скоростные заплывы на сапах. Но я, честное слово, заказала его только для удовольствия, чтобы от всей суеты просто выплыть на середину озера, подышать, отдохнуть и получить удовольствие. В ряды новичков буквально несколько дней назад вступила и Яна Помукчу. Сапсерфинг – это любовь с первого взгляда, признается она. Амбициозных целей участвовать в соревнованиях Яна тоже не ставит и считает сапсерфинг самым необычным и интересным видом спорта. С сапбордом меня познакомили друзья несколько дней назад, позвали кататься. Сначала было страшновато, правда, но как только проплыла на коленках пол озера, потом встала на ноги, конечно, уверенность сразу почувствовала. Круто, удовольствие большое доставляет, стоя на ногах посреди озера. Можно сидя, можно лежа позагорать, можно быстро, медленно. Ну, классно, мне очень нравится. Для того, чтобы стать сапсерфером, не нужно обладать какими-то особенными физическими данными. Достаточно иметь желание, доску и весло. Тогда приятные эмоции и эффект от занятий не заставят себя долго ждать. Татьяна Максимова, Виталий Сидняев, Новости Муравленко. И на сегодня это все новости. Еще больше вы найдете на сайте muravlenko24.ru и в социальных сетях. Редактор субтитров А.Семкин